Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы находимся с вами в Экотехнопарке SkyWay возле Марина и Горки. Для того, чтобы показать вам, что же происходит на строительной площадке, как идут подготовительные работы к Экофесту, который ждет нас в ближайшем будущем, обязательно найдем кого-нибудь из руководящих работников нашей организации, которые прокомментируют все то, что здесь сегодня происходит. Напомню, что Экотехнопарк – это центр инновационных разработок, демонстрации, сертификации, испытаний, производства и совершенствования технологий струнного транспорта и создания новых поколений транспортно-инфраструктурных комплексов, а также развития агроэкотехнологий. В настоящий момент в Экотехнопарке ведется облагораживание территории и прочие подготовительные работы к проведению одного из самых ярких и долгожданных событий года в сфере инноваций, транспорта и высоких технологий – Экофеста 2017. Но праздник праздником, а самое главное – строительство Экотехнопарка струнных коммуникационных систем. Его никто не отменял. Нашим сегодняшним собеседником является главный инженер закрытого акционерного общества струнной технологии Алексей Савин, который нам и расскажет о том, что же сегодня происходит на территории Экотехнопарка Skyway. Пойдем по порядку. В данный момент мы находимся возле грузовой транспортной системы. Я думаю, с нее и начнем. Здравствуйте, Алексей. Пожалуйста, расскажите, на какой стадии находится сооружение грузовой линии, которая прямо за нами и расположена. На грузовой линии смонтировано два пролета 50-метровых. Ведется подсборка третьего и последнего 50-метрового пролета для его последующего монтажа на путевую структуру. Что последует вслед за этим? Ну, о сроках спрашивать не буду. Наверное, все по плану, как я догадываюсь, хотя вам виднее. Что нас ждет в дальнейшем на этом участке? В дальнейшем будет произведена прокладка канатов в трубах путевой структуры, натяжка их и бетонирование. А потом, как я понимаю, уже мы перейдем к разворотным кругам или петлям, как они называются. Затем будут погрузочно-разгрузочные, разгрузочно-погрузочные терминалы и так далее. После того, как мы сделаем 150-метровый участок, будут, как вы правильно сказали, разворотные кольца, терминалы, погрузочные-разгрузочные терминалы, площадки накопительные и приводные станции смонтируются. Спасибо большое. Ну и плавно перемещаемся по территории экотехнопарка. Прогулочная, скажем так, линия, низкая часть которой уже готова. Что сейчас делается на гибком участке? Как я вижу, уже разворотные кольца практически готовы, даже, по-моему, струны натянуты. Поправьте меня, если я не прав. Да, разворотные кольца смонтированы. Сейчас мы занимаемся монтажом стрелочного перевода для того, чтобы можно было надевать транспортные средства на путевую структуру, различные транспортные средства. На провисающем участке натянуты троса, натянуты канаты и ведется монтаж рельса. Спасибо большое. А что касается километрового участка, который, опять же, предполагается, будет разгонным для высокоскоростного, по-моему, тут тоже какая-то наблюдается активность. На километровом участке сверху сейчас варится рельс для высокоскоростного транспортного средства. Далее на вокзалах вовсю кипит работа по отделке первого и второго этажа. Также на анкерной опоре монтируется навес, который будет служить крышей здания. Речь идет о первой, наверное, анкерной опоре. Точнее о транспортно-логистическом узле Skyway, который совмещен с первой концевой анкерной опорой. Да, вы правы. Спасибо большое, Алексей. Не будем вам мешать. Пройдемся немножко по Экотехнопарку, покажем нашим зрителям, что же здесь все-таки происходит. Желаю вам успеха и не смею задерживать. Спасибо вам. Спасибо. Строй Skyway. Спасай планету. Помимо продолжающегося сооружения всех транспортных систем в Экотехнопарке и Skyway, не прекращаются работы по доводке подвижного состава. Недавно мы показывали вам испытания Юнибайка с комментариями генерального конструктора закрытого акционерного общества струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного Юнибуса. В день посещения Мариной Горки, нашей съемочной группой, инженерами-испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым понятным языком, насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме. Кроме этого, проверялась динамика разгона и торможения Юнибуса мотор-колесами, производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик, а также отладка, устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного средства в долгосрочной перспективе. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании, поддерживайте наш проект, приезжайте обязательно на Экофест, ведь в жизни не так много праздников. Встрой Скайвей! Спасай планету!